Здравствуйте, меня зовут Петлин Владислав Абрамович, я преподаватель программирования информационных технологий. В этой серии роликов я расскажу вам, как создать пользовательский интерфейс на языке Python при помощи библиотеки PyQ. Надеюсь, вам это поможет. Сейчас я вам расскажу, как создать основу любого оконного приложения, какое бы приложение вы не создавали, но если оно пользуется окнами, оно начнется именно с этого. Итак, начнем. Я полагаю, что Python и текстовый редактор у вас уже установлен. Осталось установить только библиотеку PyQ. Для этого нам нужно запустить командную строку в режиме администратора и установить эту библиотеку вот такой командой. В моем случае эта библиотека тоже уже установлена. Если у вас это не так, нажмите на клавишу Enter. Если она у вас не установлена, она будет скачана из интернета и установлена. А если она установлена, как у меня, то сообщение у вас будет вот таким. Она в таком случае просто проверит, установлена она библиотека или нет, и скажет, что требование уже удовлетворено. Ну а если нет, то скачает из интернета. Далее. Нам с вами нужно переключиться на диск D по возможности и создать там вот такую структуру. Создать проект. В моем случае я воспользовался редактором PyCharm. И на диске D в папке Work создал проект, который назвал HelloWorld. И в этом проекте создал папку CRC, которая у меня будет содержать все исходники. В ней непосредственно в папке CRC пакет GUI. И файл, который называется mine2.py. Соответственно, в пакете GUI я создал файлы application.py, mainwindow.py и сборочный файл пакета init. Давайте теперь посмотрим, что у нас в этих файлах расположено. Итак, начнем с файла application.py. Этот файл содержит класс, описывающий главный объект приложения. В библиотеке Qt для главного объекта приложения служит класс коапликейшн. Соответственно, наш класс должен быть производным от класса коапликейшн. Пока этот класс у нас пустой, поэтому мы пишем только функцию конструктор. Ну, не считая self, единственным параметром этого конструктора является argv, то есть массив параметров командной строки, с которыми было запущено наше приложение. Этот массив мы потом ему передадим, взяв его стандартным образом, когда будем создавать этот главный объект. Файл mainwindow содержит класс главного окна приложения. В библиотеке Qt для этого тоже есть специальный класс, называемый Qmainwindow. Соответственно, пакет называется pyqt5.qtwidgets. И наш класс будет производным от класса Qmainwindow. Конструктор этого класса имеет единственный параметр, это parent. В библиотеке Qt всякое окно обязательно имеет родительское окно или окно владелец. И, соответственно, ссылку на это окно мы должны будем передать здесь, если это будет нам необходимо. Ну, а если нет, то, соответственно, владельца у этого окна не будет, и parent будет равен нам. После этого мы должны будем взять файл init и собрать эти два модуля в пакет. Сделаем мы это стандартным образом, выполнив импорты. Ну, и последнее, что нам необходимо сделать, это написать, собственно, файл main. Для этого нам понадобится стандартный модуль SIS и только что написанный нами модуль GUI. Создаем главный объект приложения, который будет содержать информацию, относящуюся ко всему приложению в целом. Затем создаем главное окно. Вот, главное окно в данном случае не имеет родителя, потому что оно главное. Вот он, экземпляр главного окна. Выводим экземпляр главного окна на экран. А после этого стандартной функцией exec с подчеркиванием запускаем, собственно, главный цикл нашего приложения, который будет опрашивать операционную систему на предмет всяких щелчков мышек, нажатий на клавиши и таким образом управлять нашим интерфейсом. Когда пользователь закроет главное окно, функция exec выполнит возврат и вернет нам код завершения нашего приложения, который я вот обозначил, редкоды. Все, что нам остается, это завершить приложение функции SIS Exit с этим вот самым редкодом, кодом завершения. Ну и мы можем теперь попробовать запустить это приложение, посмотреть, что получится. Вот у нас окно запустилось. Соответственно, мы можем менять его размер, можем его перемещать по экрану, можем его распахнуть, можем его закрыть. Когда мы закроем окно, приложение выполнит возврат, с кодом завершения равным нулю. Итак, господа, мы создали с вами костяк приложения графического интерфейса пользователя. Дальнейшее, все, что мы будем сюда добавлять, будет навешиваться на этот костяк. Но я хотел бы обратить внимание на то, что созданное нами приложение сейчас, в данный момент, имеет один дефект. Этот дефект не виден из-за того, что мы пользуемся средой разработки PyCharm, и она этот дефект от нас прячет. А дефект заключается в следующем. Если мы выйдем из нашего приложения, из нашей среды разработки, и попробуем запустить наше приложение простым щелчком мышкой, то у нас будет наблюдаться не очень приятный эффект. Видите, у нас вылезло окно командной строки. Чего, разумеется, нам не хотелось бы. Нам хотелось бы, чтобы наше графическое приложение работало все-таки как графическое. И командная строка не вылазила бы там, где ее не просят. Господа, ну, должен сказать, что вообще-то приложение нормально стартует из командной строки. Но здесь нам хотелось бы это окошко спрятать. Как это сделать, вы узнаете в следующий раз.